МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 6 вечера на площади перед ареной Металлург начнут выступать творческие коллективы, городские и приглашенные артисты. В 22.30 пройдет лазерное шоу «Золотые костры-магнитки». Вечер завершит. В 22.40 праздничный фейерверк. В субботу в течение всего дня запланированы мероприятия в парке у Вечного огня. А вечером в 22.30 горожан ждет фестиваль фейерверков. В воскресенье магнитогорцев приглашают в парк «Притяжение». Концертная программа начнется в 18 часов, а в 21.30 большое шоу «Светомузыкальный фонтан». С праздником Металлургов поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Уважаемые металлурги и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Для регионов Уральского федерального округа этот праздник особенный. Именно здесь шло становление отрасли. Закладывались традиции горнозаводского дела. Нарабатывался первый опыт. Успехи уральских металлургов открывали новые возможности для развития страны. В экономике, промышленности, строительстве, военном деле. Великая Отечественная война бросила металлургам Урала сложный вызов. Требовалось обеспечить фронт боеприпасами и техникой. Ответ ковался в тяжелых, суровых условиях. Но уральский характер оказался прочнее. Стойкость, основательность и нацеленность на результат, качество, благодаря которым уральские металлурги и сегодня достигают вершин и обеспечивают стабильность отрасли. Дорогие друзья, металлургия – это направление с большим будущим. Впереди много непростых задач. Но я знаю, мы сумеем их решить. Желаю вам успехов в вашем нелегком труде, новых свершений, энергии и счастья. На металлургическом комбинате сняли видеоролик в рамках проекта «Россия. 85 приключений». Это коллекция лучших приключений, которые можно пережить в каждом из 85 регионов нашей страны. В рамках «Магнитогорского приключения» авторы проекта сняли видеоролик на Магнитогорском металлургическом комбинате, чтобы показать, как в столице черной металлургии рождается сталь. Неспешно поднимается огромная заслонка, и слаженный механизм выдает пока еще толстый блинчик стали. Всего за несколько минут его раскатают, растянут и придадут прочности на огромном прокатном стане. Что случится с этим куском металла потом? Станет ли он частью моста, соединяющего два далеких берега, или отправится бороздить просторы Северного Ледовитого океана, превратившись в ледокол? Отмечают авторы проекта «Россия-85». Также они рассказали об уникальном для России проекте промышленного туризма, который уже не первый год реализуется на ММК. Записаться на любой из нескольких туристических маршрутов по комбинату можно на специальном сайте. Сегодня в Музее историко-культурного заповедника «Аркаим» открывается выставка «Мирас. Наследие». На выставке представлено 67 экспонатов из фонда Всебайского историко-краеведческого музея. Три раздела демонстрируют предметы этнографии, быта башкирского народа, декоративно-прикладного искусства. Раздел «Наследие веков» посвящен редким старинным предметам, имеющим историческую ценность. Здесь можно увидеть ткацкий станок кочевников, сосновый из конского волоса, деревянные жернова, инструменты женского рукоделия, прялки, чесалки, гребни, различные виды деревянной и медной посуды. Также на выставке мебель, бытовые принадлежности, изделия, коврот качества и женского рукоделия. Предметы, изготовленные местными умельцами, изделия мастеров-резчиков по дереву и камню, изделия из яшмы, шкатулки-сувениры, туесок из бересты, сосуды для меда представлены в разделе «Современное декоративно-прикладное искусство». Экспозиция будет работать до 15 сентября. Полмиллиона рублей получили мошенники от операторов заправок. Схема с проверкой опять стала популярна у мошенников. Способ старый, но до сих пор уже рабочий. В Магнитогорске от действий злоумышленников пострадали сотрудники двух заправочных станций. Как пояснили потерпевшие в полиции, им позвонил, как они подумали, директор заправочной станции и сообщил, что едет проверяющий. Руководитель дал указание сотрудникам привести все в порядок. Позже раздался еще один звонок. Тот же якобы директор сообщил, что понадобятся деньги, чтобы урегулировать возможные претензии со стороны проверяющего. И распорядился взять сумму из кассы и перевести на указанный счет. Операторы распоряжения выполнили. Лишь потом при встрече с руководством выяснилось, что никакой директор не звонил. Это были мошенники. Преступники выманили таким способом более 500 тысяч рублей. Жертвами такого обмана могут стать не только работники заправок, но и любого другого частного бизнеса. Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо не доверять тому, кто вам звонит, а лично перезвонить и уточнить информацию. Прокомментировали в следственной части Следственного управления МВД России по Магнитогорску. И о погоде. Завтра в Магнитогорске 28 градусов, вновь переменная облачность и возможен слабый дождь. Ветер в переменных направлении 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 723 миллиметра артутного столба. Редактор субтитров А.Семкин